попробовал я очень вкусная яблонька кисло-сладкий такой виде яблоко на этом яблони кисло-сладкий сбалансированный вкус и сейчас вот так гуляя по этому дикому заросшему плата мы подойдем к деревцу груши чем продолжаем тему это третье видео из серии почему нет урожая в садах в этом году ни яблок ни груш ни слив ничего это сведена на нас не интересует обещает нам суровую зиму ну как будет неизвестно за многие тысячелетия своей жизни приноровились дикоросы к непростым условиям климата продолжительным засухам я уже говорил воздушными почвенными возвратным весенним холода не то что заморозком а морозом сильным порой штормовым ветром который усиливает многократно действия минусовых температур во время цветения но это никак не сказывается сейчас мы подойдем к груши видели яблоню на урожае каждый год плодоносят дикоросы ни засухи ни мороза их не берут всегда с урожаем и болезни с вредителями им по боку паршатом с плодожоркой думаю на генетическом уровне происходит передача зима и морозостойких качеств от дикорастущего сильнорослого подоя к культурному привою я это заметил вот у меня весь сад на сильнорослых подвоях и вот есть какая-то разница неуловимая вроде сорт один но что-то присутствует какая-то передача происходит на генетическом уровне повторюсь уже от подвоя к прямую а также устойчивость к вредителям и болезням которую дикоросы выработали в суровых суровых условиях жизни вот в отличие от слаборостных подвоев которые были выведены в тепличных условиях западной европы где влаги и тепла достаточно а тут в горах на плоскогорье нет этой самой влаги каменистый грунт зато есть ежегодно урожай сейчас мы подойдем и посмотрим вот смотрите грушка какая она аккуратная красивая просто как как на картинке сделаю я сейчас приближение что было видно виден урожай и немалый наблюдая эту грушку каждый год она с урожаем и и вот сады культурные на сильно рослых устойчивых подвоях 60 70 годах были все пущены под бульдозер а вместо них на слаборослых подвоях были посажены по долинам по равнинам так называемые пальметные сады на слаборослых подъем подвоях объем корневой там примерно горшок и вот 10-15 лет со слабой этой корневой помучались без полива они на солнце и пропали стоят до сих пор полупустынями долины никогда такого за тысячи лет не было сорняками долины эти заросли питомники частные взяли свои шкодливые руки дело по выращиванию саженцев вырастить слаборослый вегетативный подвой плевое дело поливай из скважины нелегальной подпольной окулируй и деньги лопатой греби и всех делов ну и путешествуй лягушки путешественники а то что корневая горшок изогнется без влаги это ничего и так сойдет ну иногда может по тыкве дают что и бывало не раз но ничего их не останавливает ну еще регулярные из года в год обработки купороса и другими медсодержащими препаратами они приводят к усиленному развитию хлороза и и вот стоят эти в поле подвои не то что желтые а белые белый лист это родовая травма на всю оставшуюся жизнь и так недолго будущего саженца и говорят да вот мы прививаем там аборигены смысле сорта да хоть золотые серебряные вы прививайте на слаборослую корневую систему ничего хорошего из этого не выйдет потратят люди деньги на эту дрянь ну кто-то может будет там возмущаться в интернете писать ну дальше этого дела не идет как наглели вот эти питомниководы так и наглеют в условиях потепления дефицита влаги только сильно рослые подвои спасут сады показывал в своих видео как без большого ухода без обрезок ежегодных и совершенно ненужных условиях дефицита влаги растут и плодоносят у меня мельба кондильсинап розмарин превосходная превосходная и другие яблони груши всего вам хорошего смотрите полезные видео йога йога йога